Приветствую всех на своем канале! Я смотрю, уже многие начали размещать рецепты куличей, Пасхи и так далее. Ну, все, что к Пасхе нужно. Я пока новые рецепты не делала, не снимала. Они будут еще впереди, будут очень интересные. Но сегодня я хочу показать вам прошлогодний рецепт. Это чешский кулич, мазанец, для которого не нужна форма. Если вам понравится это видео и этот рецепт, не забудьте его оценить. Поставьте лайк и обязательно пишите свое мнение. Для выпечки нам понадобится мука, яйца, сливочное масло, сахарная пудра, дрожжи, ванилин, сливки, изюм, соль и посыпка для украшения. Начнем готовить. Сначала поставим опару. В миску выливаем стакан сливок, добавляем 2 столовые ложки муки. И полстакана сахарной пудры. Также добавляем сухие дрожжи, перемешиваем и ставим в теплое место, чтобы увеличилось в 2 раза. Вымешиваем дальше тесто. Желтки отделяем от белков. На желтках будем замешивать тесто, а белки используем для приготовления глазуи. Желтки взбиваем миксером с одним стаканом сливок. Затем добавляем к ним ванилин, сахарную пудру, соль и изюм. А также добавляем опару. Хорошо перемешиваем. Постепенно вводим просеянную муку и замешиваем тесто. В процессе замешивания добавляем остопленное охлажденное сливочное масло. Готовое тесто выкладываем в миску, накрываем полотенцем и даем ему подняться. Затем обминаем его и еще раз даем подняться. Затем формируем из теста кулич округлой формы. Выкладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой и оставляем на полчаса. Выпекаем кулич в духовке около 1 часа при температуре 180 градусов. Для глазури взбиваем яичные белки с сахарной пудрой. Также можно добавить 1 чайную ложку крахмала. Готовый кулич украшаем сверху белой глазурью и посыпаем разноцветной посыпкой. Если вам понравилось это видео и рецепт, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Пишите, комментируйте и высказывайте свое мнение. Это очень важно для меня и для продвижения канала. Светлой вам Пасхи! 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 Субтитры сделал DimaTorzok